На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопросы социально-экономического развития рассмотрели на еженедельном рабочем совещании у президента Аслана Бжания. Законопроект о моратории на повышение тарифов на электроэнергию принят в первом чтении. Итоги очередного заседания сессии парламента. Гособвинение завершает представление доказательств в суде. Состоялось очередное заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров. Начнем с официальной хроники. Вопросы социально-экономического развития, энергообеспечения и реализации инвестпрограмм рассмотрели на еженедельном рабочем совещании президента Абхазии Аслана Бжания с руководством правительства и администрации президента. Участники совещания доложили о ходе реализации решений и исполнения поручений главы государства на местах. Также обсуждался вопрос формирования и отправки гуманитарной помощи для детей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Аслан Бжания подчеркнул необходимость усиления взаимодействия органов, отвечающих за исполнение данных президентом поручений. Законопроект о моратории на повышение тарифов на электроэнергию принят в первом чтении. С инициативой принятия этого законопроекта выступил депутат Эрик Рштуни. Необходимость введения на год моратория на повышение тарифов на электроэнергию, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обусловлена следующими факторами. Первый этап повышения тарифов в июле 2022 года не привел к росту собираемости платежей в процентном отношении. Отсутствие контроля и учета за расходованием электроэнергии. Отсутствие системы приборов электронного учета расходования электроэнергии. Как показала практика, первый этап повышения цен на энерготарифы в июле 2022 года не привела к росту собираемости платежей в процентном соотношении. На вопрос, насколько собираемость упала, руководителям Черномор-энергии было озвучено, что на 3%. Но, честно говоря, как это высчитывалось, тоже очень хороший вопрос. Второе. Отсутствие контроля и учета за расходованием электроэнергии системы приборов электронного учета за расходованием электроэнергии. Предусмотренное повышение тарифов на электроэнергию в постановлении Кабинета Министров от 7 апреля 2022 года о утверждении порядка формирования применения цен тарифов, правил пользования, нормативы социальных норм потребления в сфере электроэнергетики в очередной раз ложится на одних и тех же потребителей электроэнергии, которые оснащены электронными приборами учета. Тут хотелось бы дополнить. В шестом созыве было выделено на приобретение приборов учета около 100 миллионов рублей. Но предусматривалась закупка около 23 тысяч приборов учета, но этого сделано не было. Деньги были, судя по всему, нецелевые. В тот период происходили аварии. Они перенаправлялись со статьи на статью, и при том остатке средств было приобретено около 8 тысяч. Хотелось бы еще и окунуться немножечко в гражданский кодекс, раз такая возможность есть, и остановиться на качестве, подаваемой вообще электроэнергии в сети. Качество подаваемой энергоснабжающей организации энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения. Договорных отношений у нас нет. Все это прекрасно мы знаем и все это понимаем. Но, честно говоря, в соответствии ГОСТу тоже не происходит, потому что качество у нас в сети необходимо в 220 вольт отсутствует. А здесь есть такая ссылка, в случае нарушения энергоснабжающей организации требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. Вот такая ссылка тоже есть. Если даже не поднимать, если откажутся, вот тебе и этот, как его, здесь не о чем даже говорить. Тарифы утверждаются не законом электроэнергетики, а в соответствии со статьей 8 закона о государственном регулировании цен. У нас, если кого-то слово «мораторий» смущает, такой прецедент уже есть, и не один. Также депутаты парламента приняли в первом чтении республиканский бюджет на 2023 год. Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Параметры государственного и республиканского бюджета в республике определены на основании индикативного плана социально-экономического развития, утвержденного Кабмином 28 июля сего года. Также парламент внес изменения в действующий закон об особых экономических зонах. Предложение по внесению изменений в закон представил депутат Бодрак Пили. Репортажи с Народного собрания смотрите в нашем эфире в среду, 14 декабря. Согласованы объемы поставок российских нефтепродуктов на 2023 год. Объемы поставок для внутреннего потребления, осуществляемых без взимания вывозных таможенных пошлин, в 2023 году составляют бензин автомобильный с октановым числом менее 95-46 тысяч тонн, бензин автомобильный с октановым числом менее 95 или более, но менее 98 – 13 тысяч тонн, дизельное топливо – 20 тысяч тонн, битум нефтяной – 7 тысяч тонн. Об этом сообщается на сайте Минэкономики. Ремонт Ачгуара продолжается. Часть Ткварчалского района останется без света. Как сообщает Черномор Энерго, в среду, 14 декабря, с 13 до 17.00 из-за ремонтных работ на воздушной линии Ачгуара будет отключена подстанция Ткварчал ГРЭС. Провести процессуальную проверку лиц, соответственных за подготовку и подписание международных договоров просят генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Аграба в своем заявлении Республиканские общественные организации Айтглара, Аяйра и Комитет по защите суверенитета Абхазии. В документе, в частности, отмечается во исполнение статей 10, 25 и 26 закона Республики Абхазия о прокуратуре Республики в порядке статей 143-144 Уголовно-процессуального кодекса Абхазии просим вас провести процессуальную проверку в законности действий уполномоченных должностных лиц Республики Абхазия. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальных ресурсах общественных организаций. Гособвинение завершает представление доказательств в суде. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджира в ноябре 2019 года состоялось в здании СГБ. Суд заслушал показания дополнительного свидетеля Алисы Анафричук. Потерпевший Рустам Шамба не смог присутствовать в суде. Ходатайство об оглашении его показаний коллегия судей не удовлетворила. Подробнее Надежда Боровикова. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной состоялось в отсутствии адвоката Тимура Топагуа и защитника Эдуарда Шинкао. Свидетелю Диане Узуньяку Боглы не удалось вручить повестку в суд, так как по месту регистрации она не проживает. Также не обеспечена принудительная явка свидетеля Алхаса Джопуа и потерпевшего Рустама Шамба. В ходе исполнения определения о приводе свидетелей Джопуа и Шамба по данному уголовному убийству была проведена проверка по месту жительства, в результате которой интересуемые граждане республики по месту жительства не находились. И при этом прилагаются ответствующие акты. Акт проверки по месту жительства, из которого усматривается, что Джопуа Алхас Ватикович находится на территории Кальвского района совместно со своим товарищем Иннаб Швасаидом. И акт проверки по месту жительства потерпевшего Шамба. 5 декабря 2022 года Шамба Рустам Раулович выехал на территорию Российской Федерации город Москва на лечение на длительный срок. Судья Майя Квициния огласила ответ на запрос в отношении еще одного свидетеля, сотрудника СГБ Астамура Чануглы. Свидетель находится в рабочей командировке в Москве до июля 2023 года. Также судья зачитала заявление потерпевшего Рустама Шамба, где он просит огласить его показания, данные в ходе предварительного следствия. Прийти в суд потерпевший не может, так как экстренно выехал в Россию за медицинской помощью. Первая справка. 19 августа 2022 года Шамба Рустам Раулович обращался за медицинской помощью в приемное отделение Гудаутского ЦРБ с диагнозом посттравматический артрит правого голеностопного сустава и народное тело мягких тканей пяточной области справа. В последующем обращение в республиканскую больницу Республики Абхазия было 30 октября 2022 года жалобами на боль отечественной в области нижней третьей правой голени. И последнее обращение имело место 2 декабря 2022 года жалобами на боль в области нижней третьей правой голени. Диагноз состояния после проведенной операции нижней третьей правой голени на гнеение металлоконструкции, после чего Шамба и его родственникам было принято решение о вывозе его за пределы республики Абхазия. Судья огласила содержание представленных адвокатом медицинских справок. Подсудимый Эрик Чкадуа выразил желание покинуть зал заседания, при этом не возражал против продолжения заседания в его отсутствие, за исключением оглашения показаний потерпевшего Рустама Шамба. В данной части подсудимый выступил категорически против. После того, как Эрик Чкадуа покинул зал заседания, суд перешел к обсуждению заявления Рустама Шамба. Мы ходатайствуем об оглашении материала уголовного дела, содержащегося в 23 томе листы дела 90-98, показания потерпевшего Шамба. Его явка в ближайшее время не представляется возможным, согласно его заявлению. На сегодняшнем процессе мы планируем завершить представление доказательств стороны обвинения и передать право представлять доказательства на следующем процессе стороны защиты. Судья области 281-я старает быть возможность согласить показания потерпевшего в этой части, в связи с тем, что представленные документы, подтверждающие наличие тележурного заболевания и документы, подтверждающие о том, что он действительно выехал за предыдущие Республики Абхазия. То, что говорится о том, что у него билеты, электронный билет, я сейчас вот с сумки вытащу, вам покажу. У меня тоже есть билет. Но это ничего не говорится. Это ничего не говорится о том, что вылетел по своим делам куда. Если вы сегодня представили, что он стационарно больной находится на стационарном лечении в медучреждении города Москвы, тогда да. Если бы вы представили документ, что он обследован, дообследован, и значит он оперирован, тогда да. Но это же нету. И вы говорите о том, что представили справку, где обозначено, что 9 или 19 августа был обследование, осмотрен и установлен диагноз. Это ничего не говорится. Поэтому я считаю, что не представлены соответствующие документы, чтобы применить статью 285-й и огласить показания данного лица. Ходатайство об оглашении показаний Рустама Шамба вызвало широкое обсуждение. Судьи задавали уточняющие вопросы и, совещаясь на месте, в удовлетворении отказали. В оглашении показаний потерпевшего Шамба Рустама Рауфовича отказать, так как суду не представлено убедительных данных наличия тяжелого болезни, препятствующей явке потерпевшего в суд. Но в то же время разъясняю, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом стороны вправе дополнить судебное следствие на любой стадии. Следующее ходатайство гособвинения об оглашении показаний двоих свидетелей, которые не смогли явиться в суд. По зону Наглы она находится за пределами Республики Абхазия, а Чанаглы до июля 2023 года не явится. Поэтому ставлено обсуждение возможности оглашения их показаний. Если она связывалась, может она не проживает в данном доме или в квартире, но она проживает на территории Абхазии, получается. То есть мы не смогли установить место ее проживания. Я так понимаю. И поэтому до установления, где находится это лицо, я думаю, что вопрос об оглашении показаний данного свидетеля я считаю нецелесообразным. Вы знаете, на этот вопрос Чанаглы принимал участие при обыске, при содержании моего подзащитного Бганба. Именно в этой части же он допрошен. Вот Бганба как скажет, я его подержу в этой части. Ты согласен с оглашением его показаний? Я против оглашения показаний Чанаглы. Все. Снова суд в удовлетворении ходатайства отказал. Прокуроры заявили отказ от свидетелей Узун-Якубоглы и Чануглы, а также отозвали ходатайство о принудительном приводе свидетеля Джопуа. Да, мы отзываем ходатайство. При этом оставляем за собой право в случае появления этих свидетелей на территории Республики Абхазия до окончания судебного следствия самостоятельно обеспечить их явку. В связи с этим также у нас список свидетелей завершен. Список доказательств также завершен. У нас остался нерешенный вопрос по потерпевшему. И сегодня мы обеспечили явку дополнительных свидетелей. Они ожидают в коридоре. Дополнительный свидетель Алиса Анафрейчук с 2011 года работала в регистрационно-экзаменационном отделе управления ГАИ МВД Абхазии. Ни с кем из подсудимых или потерпевших не знакома. Я была на рабочем месте. После чего Деми Авитсба написал мне смс, в котором был госномер. Пробить машину. Вы не помните один? Никакой номер я не помню. Уже три года прошло. Ничего не помню, сказать не могу. Госномер. Далее показываются данные машины и владелец. Эту информацию вы устно передали письменно или сфотографировали? Сфотографировала как карточку учета. С экрана мачбола? Да. Очень много было. В тот день такое-то громкое было убийство. Поэтому очень много было заявок, да. Отвечая на вопросы адвокатов, Алиса рассказала, что практика срочных заявок по телефону – это нормальное явление, если заявки от сотрудников МВД. Демей Авитсба в тот период был временно отстранен, но не уволен. Находился в распоряжении отдела кадров МВД. Поэтому свидетель посчитала, что может ответить на его заявку. Нарушила ли она должностную инструкцию, Алиса Анафрейчук ответить не смогла, но сообщила, что никакого наказания от руководства не последовало. По окончании допроса гособвинение ходатайствовало о продлении меры пресечения для пятерых подсудимых на три месяца. Сторона защиты выступила против рассмотрения ходатайства, просила суд дать время на подготовку документов для ответа. Суд удалился в совещательную комнату и спустя два часа огласил решение. Срок содержания подстражей для всех подсудимых продлен на три месяца. Следующее заседание суда состоится 27 декабря. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ. С использованием поддельных водительских удостоверений активно борются сотрудники управления госавтоинспекцией Республики Абхазия. Смотрите материал пресс-службы МВД. В последнее время в Республике участились случаи выявления сотрудниками госавтоинспекции использования водителями транспортных средств поддельных водительских удостоверений. Подразделениями госавтоинспекции проводятся ежедневные усиленные мероприятия по выявлению правонарушения правил дорожного движения на дорогах городов и районов Республики Абхазия. Так, инспекторами дорожно-постовой службы в ходе проверки документов в восьми случаях возникли сомнения в подлинности водительских прав, выданных ГИБД МВД РФ. На удостоверениях отсутствовали микротексты, наблюдались иные признаки подделки. При проверке по базе данных ГИБД МВД РФ удостоверения с такими же номерами числились за другими гражданами РФ. Госавтоинспекция предупреждает об уголовной ответственности за езду с фальшивыми водительскими правами. Такие действия попадают под Уголовный кодекс Республики Абхазия. Согласно закону, изда с поддельными правами можно обернуться для нарушителя тюремным заключением. В итоге поддельные права у правонарушителей изъяты, а их самих доставили в отдел милиции. Расследование инцидента проводится отделом дознания Министерства внутренних дел РФ Абхазия. Многие лжеводители, садящиеся за руль с поддельным удостоверением, порой не знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность, либо надеются, что им удастся избежать наказания за подобное нарушение закона. В отделе дознания Министерства внутренних дел рассматриваются материалы по факту подложных водительских прав, которые незаконно были выданы, не установлены на сегодняшний момент лицами. МВД напоминает и предупреждает лиц. Использование подложных водительских удостоверений несет уголовную ответственность. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Прежде чем обращаться к услугам по изготовлению поддельных водительских удостоверений, подумайте, что в данном случае вы в большей степени рискуете нажить еще массу новых проблем, чем решить имеющиеся. На Абаза ТВ продолжается проект Ахшюйцар. Телепрограмма из 10 интерактивных лекций на тему критического мышления и медиаграмотности. Экспертами выступают известные абхазские общественные деятели, историки, журналисты, писатели. Шестой выпуск с историком, журналистом, политологом, главным редактором газеты «Чигемская правда» Иналом Хашиг. Главное, наверное, определить, чего ты, в общем-то, хочешь, какой информации ты доверяешь. И в этом, наверное, все-таки проблема. Вот когда у тебя возникает огромный выбор, когда количество того, что у тебя есть возможность прочесть, слишком большое, да, ты, в общем-то, все делаешь это бегом, да. Вот вы попадаете за праздничный стол, за огромный праздничный стол, да, там и куча блюд всяких вкусных, да. Вы не замечали, вот на свадьбах, да, и вы вдруг начинаете есть одну мамалыку с сыром, да. Вот то же самое происходит и в средствах массовой информации, да, когда у тебя слишком много, ты тоже начинаешь куда-то упираться, где-то что-то по чуть-чуть поел и, в общем-то, как бы не почувствовал удовольствия от этой пищи, вот, допустим, как за обедом и также от этой информации, да. Да, ты читаешь по диагонали, ты читаешь бегом, там, тебя должно что-то зацепить. И поэтому, конечно, у нынешних средств массовой информации огромная проблема с невиданной конкуренцией. Шестой выпуск проекта «Ахшюцарра» смотрите в нашем эфире. Печальная весть. Не стало Маурици Дженкинс. Супруги посла Великобритании в Грузии в 1998-2001 годах. Как отмечает в своей статье о Мауриции Дженкинс, писатель Надежда Венедиктова, она любила Абхазию так, как никто из зарубежных деятелей, добросовестно работавших здесь годами, но не прикипевших сердцем к нашей крохотной стране. Она успевала инициировать самые разнообразные проекты в широком диапазоне от малого бизнеса до независимой прессы и улучшения условий в дранской тюрьме. Будучи родом из Генуи, хорошо помнила о генуэзской колонизации в Абхазии, и это придавало ее чувствам историческую глубину. Мауриция объездила всю Абхазию, облазала окружающие сухом холмы и была знакома почти со всеми активными людьми от Гагры до Галского района. С Романом Дбар она ездила в Амбару, Гиви Смыр водил ее по Накопийской крепости и детально рассказывал об особенностях генуэзской башни. Здесь она чувствовала себя как дома и вела себя так же. Конец цитаты. В архиве Абаза ТВ сохранилось интервью Маурицы Дженкинс в проекте «Наш Владислав», где она рассказывает о своей работе в Абхазии и о проекте «Архив», который осуществляла при поддержке первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Самое интересное то, что наши переговоры с президентом всегда носили неожиданный характер. Когда бы я ни приезжала, спрашивала разрешение у Ардзенба посетить разные районы Абхазии, особенно Галский. В то время там было небезопасно. Проект архива – это не то чтобы проект. Мы обсуждали все, что связывало наши страны, потому что генуэз сыграла очень важную роль в истории Абхазии в средние века. Я обнаружила, что Ардзенба знал моего профессора по истории средних веков в Пистарино. Он присылал сюда очень ценные документы и книги по истории, так как архив во время войны был уничтожен. Я сказала Ардзенба, так как я из Генуэ, может, найду что-нибудь об Абхазии в наших исторических документах или книгах. Если найду, то добавим к вашему архиву. Я уехала. Связалась с директором архива в Генуэ. Попросил узнать, есть ли какое-либо упоминание об Абхазии в истории Генуэ. Прошло два месяца. Директор архива молчал. Мне нужно было ехать в Абхазию. Люди ждали ответа. Я снова пошла в архив. Дело было в том, что Абхазия в истории Генуэ была связана с работорговлей и торговлей оружием, как признался директор. Ему стыдно было за это. И сказал, мы с этой части мира только забирали и ничего не отдавали. «Дайте, что нашли. Это же история», – возразила Ян. Он дал мне копии документов, не оригиналы, с условием, что я верну их обратно. Когда приехала в Абхазию, я не смогла лично в руки дать эти документы Ардзенба. Помню, была встреча зимой. Круглый стол, ученые, разные профессоры. Я с переводчиком. Люди плакали, когда я показала им документы и рассказала эту историю. Это был очень трогательный момент. Позже, когда мы встретились с Ардзенба, он тоже поблагодарил меня. Продолжаем выпуск. На базе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации запускается дискуссионная платформа, целью которой является проведение круглых столов, встреч, конференций и мероприятий на актуальные темы, среди которых и научные, и социокультурные вопросы. К проекту будут привлекаться наши соотечественники, ученые, общественные деятели, студенты, а также все заинтересованные лица. Состоялась рабочая поездка Центра развития сельского хозяйства и села в Турцию. Основной целью было установление контактов с представителями сельскохозяйственных предприятий Турции, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников Центра. Агроном Центра развития сельского хозяйства и села Георгий Пантия отметил, что Турция является страной с развитым аграрным сектором, и у нее есть чему поучиться. В рамках поездки представители Центра посетили крупнейший в Турции и в Европе питомник саженцев грецкого ореха Чандлер в городе Бандерме. Также команда Центра посетила многопрофильные питомники в районе Инегель, где выращиваются инжир, персик, оливы, каштан, черешня, вишня, груша, другие культуры. Помимо этого, агроном Центра ознакомился с рынком средств защиты растений. Новости АГУ. Студенты Абхазского госуниверситета проводят работы над поиском сведений о судьбах антифашистов и участников сопротивления немецким нацистам во время Великой Отечественной. С мая 2022 АГУ принимает участие в проведении международного военно-мемориального проекта «Возвращение имени». Он проводится в Абхазии, а также в Крыму с 2016 года. Его автор и руководитель Григорий Скворцов. В Абхазском государственном университете проект возглавляет заместитель проректора по молодежной политике Юрий Трувалев. Организаторы проекта выражают благодарность ректору АГУ, академику РАЭН Олегу Гварами за оказанную поддержку в проведении международного военно-мемориального проекта «Возвращение имени». Преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии, историк-архивист Милана Бжания передала историческому факультету АГУ книги под названием «Перечень документов по истории Абхазии 19-го начала 20-го века» по фондам Российского государственного исторического архива. Данный труд подготовлен сотрудниками Центрального государственного исторического архива СССР в 1985-1988 годах. Об этом сообщает руководитель отдела информации и медиакоммуникации Абхазского госуниверситета Алхаз Чхамалия. В 155-летию со дня рождения известного абхазского художника, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Шервашидзе Чачба посвящена выставка, которая состоится с 15 по 24 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников. В экспозиции представлены более 80 работ художника, декорации, эскизы костюмов, созданные в петербургский период художника, когда он работал декоратором Александринского и Мариинского театра. Центральное место в экспозиции займет работа художника-автопортрет, за которую он и был принят в Национальное общество художников Франции. Спорт. Команда Абхазского госуниверситета одержала первую победу на Кубке Содружества среди студентов, которые проходят в Евпатории, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В первом матче абхазская команда со счетом 0-1 одержала победу над командой Крымского федерального университета имени Вернадского. Гол на счету Марата Агрба. Герман Арджения стал серебряным призером турнира по боксу имени Сергея Ломакина и Виктора Быстрова, который состоялся в Раменском Московской области. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из различных городов России и абхазский спортсмен, который по итогам турнира занял второе место в весовой категории 60 килограммов. Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер, первенство России, чемпион и серебряный призер Центрального федерального округа. Александр Ашуба занял первое место на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках 35-х московских студенческих спортивных игр, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Соревнования прошли 11 декабря во Дворце спорта Московского госстроительного университета, за который выступал Александр Ашуба. Спортсмен является воспитанником тренера Игоря Бирая. Алла Трайста стала серебряным призером турнира российского теннисного тура третьей категории «Первенство Горизонт», который прошел в «Горячем ключе». Алла выступала в категории до 17 лет, тренирует спортсменку Саид Бебе. Делегация из Абхазии приняла участие во Всемирных играх юных соотечественников. В шестых Всемирных играх принимали участие спортсмены из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Исландии, Казахстана, Кипра, других стран. И сейчас о погоде. В среду, 14 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, разной интенсивности, в горах снег, атмосферное давление повышенное, нестабильное. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов, днем от 7 до 12. Температура морской воды 14 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова